Доброе утро! Вдохновение как-то быстро приходит? Или приходится его где-то искать, ловить, в полуночи? Популярный на самом деле вопрос и очень интересующий многих. И для самих авторов очень болезненные вдохновения. Мне вдохновение черпать надо не обязательно, чтобы куда-то съездить, на то же море, к примеру, или, допустим, в другую страну. Я могу здесь, могу в своей квартире, могу гулять по улице и словить вот эту вот нотку, искру, и раз, рождается песня. Ну, как-то так. Ну, я иногда даже в очереди в магазине стою, да, когда очень длинные, тебе вдруг опачки, ты... Ты пишешь песни? Я не песня, но идеи... Подравился, я теперь узнал, как вдохновляет Татьяна в полуночи, ловить, искать в полуночи. Никит, когда человек пишет песню для себя, он зачастую вкладывает какие-то личные переживания, личные эмоции. Что-то то, что он пережил, да, вот песня искал. Она ведь связана с твоим личным, да? Это может быть вот этот таймер, но что-то... Знаете, да, вот есть много историй у авторов и у меня, и предыдущие песни, в основном я переносил свою историю в песню, но этот конкретный трек, я не хотел его нагружать чем-то, какими-то сложно сочиненными предложениями, да, чтобы думать, там, подумать, как-то вгрузиться. Я просто хотел, чтобы эта песня набивала такой вайб и просто слушать и улетать. А ты можешь перевести слово вайб? Я тоже хотела сказать. Для наших всех зрителей, да. Ну, это такая легкость и, то есть, вот такой момент, когда ты в расслабленном состоянии, ну, просто кайфуешь от трека, от звука. Надеюсь, что вы ловите вайб, когда смотрите «Наше утро» на ОНТ. Вот то, что с вами происходит, это называется вайб, на самом деле. Это сто процентов. Но, скажи, эта песня легкая, да, ты мне так подошла? Да, да. Вообще смысл в песне для тебя важен, вот, когда ты... Ну, на самом деле, я нашел все, что я искал, и свою вторую половинку, и то, где я себя... Сейчас половина переключила. Так, не смейте. И ту профессию, там, где я себя реализую. Но, опять же, эта песня не только о любви. Возможно, и сто процентов человек, конечно, себя ищет по жизни, да. Ищет себя здесь, там, может быть, и в профессии, и что касаемо, что он должен нести в этот мир. Вот, каждый человек ищет. И эта песня, может быть, вот, позиционироваться с двух сторон. И о любви, и о вот том... Иногда важнее найти себя, а потом найдется все остальное, правда? Ну, почему бы, может, эти песни перерасти в трилогию? Искал, нашел, потерял. Искал, нашел, потерял. Потерял, да? Да, потерял. Потерял, а потом, конечно, нашел. Нет, потом, дурачок, потому что потерял. Ладно, а кто тут первый человек, который услышал этот композит? То есть, наверное, Нелли Патериковна Амбарсумя, несменный руководитель по вокалу. Она слушает песню очень серьезно и внимательно. И говорит, так, ты здесь смазал слово, ты здесь, что-то тут непонятно. Ну и все, как бы, вот такие поправки. Мы всегда ждем. Но прислушиваешься, да? Всегда. Как отозвался твой слушатель на выход песни Искал? Мой слушатель, мне кажется, каждый раз в шоке, потому что я не придерживаюсь какого-то одного жанра. То есть, допустим, это не только хип-хоп. У меня это мелодичная песня о любви, потом хип-хоп, потом выпускной, альтернативный рок там, да? И вот Искал, это уже больше такой дэнс-поп. Я не знаю, как они реагируют. Ну, в основном нравится, конечно же, нравится. Но для них, мне кажется, шоком является, что они ждут от меня рок, к примеру, следующую песню, а тут раз ты... Шансон. Я искал тебя, но шансон, возможно, еще будет через лет так 20, когда я уже немножко постарею. Ну, как-то так, реагируют хорошо, но неожиданно. Вот мне так кажется, я так чувствую. То есть ты любишь экспериментировать со стилями, правильно? Я хочу экспериментировать. Это зависит от настроения или от чего? Вот что внутри тебя побуждает сегодня в рок-стиле, да, исполнить что-то в поп-рок, да? А завтра уйти в хип-хоп, а послезавтра... Я просто вырос абсолютно на разнообразной музыке. Это и классика, и поп, и рок. Это, видимо, во мне сформировало вот эту вот многогранность в плане музыки. И поэтому мне хочется писать в определенные пару года, да, там, время суток, что-то разное. Ну, к примеру, допустим, что касается поп-рока, я немножко зацепился это, и хочу его чуть-чуть сделать основным направлением. Делай. Подъедешь, Дима, ты меня постоянно критикуешь. Да, я люблю это делать. Поддерживаешь, да? Критикуешь меня за то, что я утром Шопена слушаю, а вечером Шансон. А вечером Камадея. Вот так вот, и Камадея ночью. Вот так мы живем от Шансона до Шампена, понимаешь? Хорошо, я знаю, что, может быть, эта тема в некоторой степени больная. Будет ли продолжение песни в виде клипа? Что ж, вот какое-то такое другое прочтение визуальное еще увидеть? Знаете, вот у меня возникает какой-то момент такой, да, надо снимать клип, но потом как-то это затихает и как-то ускользает от меня. Туманным утром. Как красиво ты ушел от ответа. Каждой, каждой песне я хочу снять клип, вот правда. У меня были и мысли, там, на запястье снять клип грандиозное. Но на эту песню я не могу обещать. Ну, попробуем, постараемся. Вот если вот оно случится, случится. Вот выпускной случилось, мы заморочились, сняли клип, хорошо, просто грандиозно. На этот посмотрим. Какой прекрасный ответ женщине. Я не могу обещать. Я не могу обещать, понимаешь? И ушел. Ну что, за беседу, конечно, спасибо. Ну а теперь уже мы просим спеть тебя для наших телезрителей, телезрительницы. Друзья, вашему вниманию певец, автор, исполнитель Никита Камаде с песней «Искал». Я тебя искал Между небом и землей Меня тебе во сне несли ветра За горизонт теперь вы шум прибоя Все выше, отрываясь от земли Мне говорили, будто бы не стоит А я искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень На краю земли, на берегу разбитых скал Год за годом непрерывно я тебя искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень Нужно небом и землей Сходи разбитых скал Где встречались корабли Тебя я там искал И сердце бьет ударом по вискам Все чувства в сумме И я с ними в ссоре Тебя искать я вечно не устал Ведь на картине у Пикассо двое мой идеал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень На краю земли, на берегу разбитых скал Год за годом непрерывно я тебя искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень Нужно небом и землей Сходи разбитых скал Где встречались корабли Тебя я там искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень На краю земли, на берегу разбитых скал Год за годом непрерывно я тебя искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, но находил лишь только твою тень На краю земли, на берегу разбитых скал Год за годом непрерывно я тебя искал Я искал тебя, где новый начинался день Я искал, мама, ходил, есть только твоё цель Нужно небом быть землёй, среди разбитых скал Где встречались корабли, тебя я там искал